В помещении в жилом массиве Карабастау этим утром и хватил сильный огонь. На месте происшествия до сих пор ощущается острый запах гари. Дышать здесь становится сложно. Помимо неприятного запаха, на земле образовалась огромная лужа. В ней, судя по всему, дизельное топливо. Возгорание произошло в одном из жилых домов по улице Буэйтата. Да, погорелец Даурин Айткулов рассказывает, что на территории дома находится гараж, внутри которого было шесть бочек с дистопливом. Ущерб владельцу помещения еще предстоит оценить. Утром братишка в канистру переливал солярку. И, видимо, была какая-то искра, а сразу произошел пожар. Сами не понимаем, из-за чего произошел пожар. Он сразу прибежал домой. Вызвали пожарных. Они приехали через 10-15 минут и потушили. Даже предположить не может, из-за чего произошло возгорание. У меня своя логистическая компания. Здесь в гараже хранилось дистопливо. Мы его переливаем в канистру, а после заправляем свои грузовики. Соседи говорят, что этим утром их напугал громкий хлопок. На улице полыхал сильный пожар и стоял густой черный дым. Некоторые бросились помогать тушить возгорание. Возле дома, где произошел пожар, много спецмашин, похожих на бензовозы. Но люди утверждают, такое соседство их нисколько не пугает. Мы же каждый день пользуемся этим дизелем. Нам нечего бояться. Как начался пожар, я не видел. Был на работе. Приехал домой только тогда, когда уже пожарные тушили огонь. На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось примерно 40 минут. Были мобилизованы 23 человека и 4 единицы техники. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. 27 марта в 9.16 утра во дворе жилого дома произошло возгорание помещения, размер которого составляет 16 квадратных метров. Внутри находилось 6 бочек с дизелем, общий объем которых составляет 200 литров. В результате профессиональных действий сотрудников ДЧС пожар был локализован в 9.34 и полностью потушен в 10.02. Причину возгорания выяснит экспертиза. Владельцу помещения, в свою очередь, заявили о намерении снести его. Курки Мусибалиева, Раимбек, Амзе, Александр Крапивкин, информационная служба, телекомпания «Отрар».